Братья-месяцы В этот день христиане чтут память святой Анастасии Римлянани, жила и воспитывалась в монастыре Блис-Рима при императоре Декии III век, и преподобного Аврамия в миру Аверки, был архимандритом построенного им в Ростове Богоявленского монастыря, жил в XI веке. Уже по одному только названию этого ноябрьского дня понятно, что его небесные покровители об овцах и о вчерах пеклись. В южных регионах в этот день уже завершали стрижку овец, а в северных только начинали. После обработки шерсти и придения делали из нее ткани на зимнюю одежду и заготавливали нитки, из которых мастерицы, мелькая спицами, вязали варежки, чулки, носки, шали, готовясь к подкрадывающимся холодам. А пастухи шумно и весело гуляли в свой праздник, когда угощала их вся деревня. Обязательно пекли пироги-пирожки из муки нового урожая. Хозяйки в этот день шли в дома пастухов, чтобы угостить их хорошенько за то, что сумели за лето стадо сберечь. А накрывая на стол и заставляя его разными кушаниями, приговаривали, руном с овцы одевались и отцы. А детям в овчарный праздник загадки загадывали. По горам, по долам ходит шуба да кафтан. Шуба наша в поле пасласья. Не придет, не ткет, а людей одевает. В этот день примечали. По небу низко облака плывут. Скоро холода наступит. Дождь или снег пошел 11 ноября. Оттепель продлится до 21 числа. Если по полям 11 ноября волки бегают, то это к беде или плохому урожаю. И еще верили. Тот, кто в этот день родился, будет отличным пастухом. У него есть дар слышать и понимать животных. И, кстати, проживет он долго и счастливо. А если провести этот день с родными людьми, к миру и согласию в семье. А по древним представлениям, главным пастухом на Руси слывет бог Велес, мудрый и справедливый бог-покровитель скотоводов и животноводов, лесов, полей, рек, озер и зверья всякого. Он олицетворяет всестороннюю заботливость, созидательное трудолюбие, честность и решительность, стойкость и мудрость. А чин пастушей на Руси, стало быть, пребывал в помощниках у самого Велеса. Но земные пастухи в основе своей не обладали особо крепким телом и слыли неказистыми на вид. Но в их немощных телах заключалась иная, таинственная сила, позволяющая деревенским пастухам оберегать стада от лютого зверя черного, от широколапого медведя, от перехажего волка, рыскуньи волчицы, от рыси и росомахи, от змея и всякого зверя, от гада, от злага и лихаго человека. Говорят, хорошие пастухи и с лешими знались, вступая с ними в негласный договор, согласно которому лесные хозяева не давали разбредаться стаду, норовившему от мазки и гнуса по кустам и буреломам схорониться. А коровья сторожа за это лишачьи водчины от порубок и пожаров берегли, в худые годы жертвуя им то овечку, то коровку блудливую. Правда это или нет, лишь самим пастухам, да их незримым помощникам, да Велесу ведомо было. А они о том неохотно рассказывали. А Велес, тех, кто усердно и созидательно трудится для процветания родов своих, и которые от чистого сердца выполняют два великих принципа, свято чтить богов и предков своих и жить по совести, да в гармонии с матерью природой, Велес не забывает, всегда приглядывает за ними, да незримо помогает, в делах, стада оберегает, добром житницы наполняет. А вы как живете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова